Это Любовь Соболь. ЦИК обратился в Google из-за роликов Алексея Навального про повышение пенсионного возраста. Не понравилось ЦИКу то, что Навальный приобретает у Google рекламные инструменты для распространения информации об акции с 9 сентября. В письме упоминается ролик «Дожить до пенсии 0909. Выходим на акцию протеста», который уже набрал более полутора миллионов просмотров. По мнению ЦИК, проведение акции 9 сентября сопряжено с риском возникновения массовых нарушений законодательства о выборах. И это так сильно беспокоит ЦИК, что они уже написали письмо гендиректору материнской компании Google Ларри Пейджо. Письмо, а его фрагмент опубликован в РБК, вообще отличное. Хочется на цитаты разбирать. Вот, например, ссылка на закон о том, что информация СМИ должна быть объективной и не нарушать равенство кандидатов. Как хорошо, что на российском телевидении или в российских газетах вся информация достоверна и равенство кандидатов не нарушает. Сейчас вот еще с Google проблемы решить, и вообще в России станут самые демократические выборы. С интернетом у наших властей сложные отношения. Вот на телевидении можно создать черные списки, а в интернете нет. Навального на первый канал можно запретить звать, а на YouTube он свои ролики все размещает и размещает. Ну как тут администрации президента работать? Но бывают случаи, когда ЦИК в дела интернета вмешиваться отказывается. 7 марта, за 11 дней до выборов президента, телеведущий Владимир Соловьев выложил в соцсети свой фильм «Биропорядок 2018 про Путина». Через четыре дня в интернете появилась первая часть фильма журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова «Путин». Глава ЦИК Элла Панфилова в этом нарушении законодательства не увидела и заявила, что они не регулируют интернет. Когда дело касается фильмов про Путина, снятых людьми, работающим на госканале, так ЦИК интернет не регулирует. А как речь про рекламу Навального на YouTube, так сразу письма в Google пишет и порегулировать захотелось. Но на одном письме наши чиновники не остановились. Они еще и обсуждали эту тему в Совете Федерации. Замглавы Роскомнадзора Вадим Суботин заявил там, что некоторые иностранные интернет-площадки не сопереживают прозрачности российских избирательных процессов и являются рупором распространения противоправной информации. Не сопереживают прозрачности избирательных процессов. Звучит просто отлично. Прямо кажется, что речь о выборах где-нибудь в Норвегии, а не о российских реалиях. А между тем в России не допускают до выборов независимых кандидатов. Не регистрируют независимые партии, чтобы они не могли участвовать в выборах. Используют административный ресурс, чернуху, СМИ и много чего еще. В ЦИКе, конечно, про это знают, но отважно пишут письма в Google. Они публично требуют от Путина проведения реально честных выборов с допуском всех кандидатов, включая Навального. Наши власти, безусловно, очень беспокоят акции 9 сентября. Они тоже видят рост протестных настроений и падение рейтинга Путина. Видят, какое недовольство вызывает пенсионная реформа. Перед акцией уже арестовали Навального на 30 суток. Теперь вот хотят что-то сделать с распространением информации в Ютубе. Но запретить протестовать против повышения пенсионного возраста не получится. Подавляющее большинство граждан против пенсионной реформы. А бороться со всей страной – очень плохая идея для любой власти. Собянин вместе с Путиным и Медведевым будет открывать концертный зал в Заряде в День тишины. Об этом сообщает BBC. 9 сентября будут выборы мэра Москвы, а 8 сентября в День тишины по закону агитировать нельзя. И вот в этот день Собянин будет открывать зал в Заряде вместе с Путиным. Можно предположить, что он будет выступать с речью, а трансляцию этого мероприятия покажет по госканалам. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Это тот самый случай, когда вроде бы ничего не нарушается, но все понимают, что это издевательство. Так прокомментировал эту ситуацию политолог Александр Кынев. Издевательством хочется назвать не только историю с залом в Заряде, но и вообще все выборы мэра Москвы в этом году. Для регистрации на выборах нужно было собрать 110 подписей муниципальных депутатов, а большинство мундепов в Москве из них от Единой России. Так что решало, кто станет кандидатом, фактически Единая Россия. Ну или мэрия, которого сглавляет член Высшего совета Единой России Сергей Собянин. Ну а о каких конкурентных выборах можно говорить, если соперников себе выбирает один из кандидатов. И в итоге так не оказывается никого, кто был бы опасен для этого кандидата. Но это было только начало предвыборного веселья. Потом в интернете известные не очень люди принялись хвалить Москву и лично Собянина. Сергей Шнуров и Семел Слепаков с разницей в несколько дней выпустили клипы про Москву. Там они в частности поют про велодорожки и все тот же парк Зарядье. Ну а почему бы не попеть про парки, программу реновации или бесплатный Wi-Fi за несколько месяцев до выборов? Как можно было бы заподозрить здесь предвыборную агитацию? Но особенно классно выступила телеведущая Елена Малышева. Посмотрите, как изменилась московская медицина. Сегодня она такая же, как в Европе и Америке. Доступная людям и бесплатная. Написала она в своем инстаграме. Так и хочется спросить москвичей, а вы видите, что медицина у нас как в Европе? Доступность чувствуете? Вот в мае Леведоцентр провел опрос и там доступность здравоохранения в пятерке проблем, которым мэру надо уделять внимание. Ну и Лене Малышевой все отлично. У нее медицина доступная, бесплатная и как в Европе. Но, видимо, звезд телевизора и рекламы мэри оказалось мало. Для надежности они решили еще и в День тишины отправить Собянина концертный зал открывать вместе с Путиным. Даже непонятно зачем и так же ясно, что он победит. Но нет, он пойдет и будет открывать. И именно в День тишины. В прошлых выборах мэра Москвы участвовал Алексей Навальный. Он набрал 27% и едва вышел вместе с Собяниным во второй тур. Но в этом году уже никакого Навального на выборах нет. Его не только лишили возможности участвовать в выборах, но и посадили спецприемник на день голосования. Символично так, что дальше некуда. Собянин может сколько угодно рассказывать про чистый европейский город, но факт налицо. Его главный соперник по прошлым выборам сидит в спецприемнике. Очень по-европейски Сергей Семенович. Глава Союза журналистов России предложил ввести лицензии для видеоблогеров. Нужно это, по мнению главы этого союза, для борьбы с фейковыми новостями. Евгений Бэткомидия назвал это предложение очередной бессмысленной инициативой и имитацией работы. И с ним трудно не согласиться. Просто представьте себе эту картину. Вот сидит какой-нибудь чиновник и думает, как же ему показать свою нужность. Молодежь смотрит ютуб, надо как-то поучаствовать и проконтролировать ее. И тут идея, а давайте введем лицензии для видеоблогеров. Зачем, почему? Это все потом. Главное, что у кого-то появилась инициатива и ее можно продвигать начальству. Наши чиновники уже придумывали реестр блогеров. Закон про него заработал 1 августа 2014 года. Роскомнадзор хотел вносить всех, у кого аудитория более 3000 посетителей, в специальный список. К попавшим в список предъявлялись бы новые требования, похожие на требования к СМИ. Например, проверять информацию и не употреблять нецензурную лексику. Прошло три года и реестр признали неэффективным и закрыли. И вот новая инициатива. Такая же классная, как прошлая. Лицензии для видеоблогеров. Давайте не останавливайтесь. Можно еще и лицензии для пользователей Твиттера ввести или для тех, кто фотки еды в Инстаграм выкладывает. На самом деле это не смешно. Попытки регулировать интернет у нас предпринимаются давно и с завидной регулярностью. В 2015 году Роскомнадзор блокировал Википедию. В феврале 2018 года власти угрожали Ютубу и Инстаграму блокировкой из-за ролика про дерипасскую Настю Рыбку. Не заблокировал, конечно, потому что Ютуб им не по зубам. Попытки блокировать Телеграм в России продолжаются до сих пор. Правда, Телеграм продолжает работать и даже чиновники продолжают им пользоваться. На этом фоне в интервью западным СМИ Путин продолжает утверждать, что в России свободный интернет. Свободный-свободный. Только блокирует Телеграм, заводит уголовные дела за репосты и требует удалять ролики с расследованиями. Интересное у них представление о свободе. Ну или кое-кто откровенно врет в эфире западным телеканалам, чтобы представлять себя любителем демократии. Отдельно хочется сказать про борьбу с фейковыми новостями с помощью блогерских лицензий. Вы телевизор давно смотрели? А то у нас вот в эфире телеканала России показывали сюжет про Навального, ЦРУ и агента Фридема. Можно не сомневаться, что попытки контролировать интернет будут продолжаться. И не только такими странными инициативами, как лицензии для видеоблогеров. Ну а нам нужно продолжать защищать свое право говорить то, что мы думаем. Это была Любовь Соболь. Подписывайтесь на наш канал.